Дорогие мои братья и сестры во Христе, Господь грядет, Его время пришло. Мы в это верим, так понимая шкалу времени, что шесть тысяч лет этого мира подходят к своему концу, и возможно осталось лишь семь лет до наступления седьмого тысячелетия, как Царство Иисуса Христа. Семь лет, которые будут временем великих бедствий и великой скорби. И мы видим все мировые события, подтверждающие это, как признаки второго пришествия Иисуса Христа, которые приближают мир к началу страшных событий на земле. Но также мы без капли сомнения верим, что все, кто во Христе, все побеждающие с Ним этот мир, будут восхищены на встречу с Господом на воздухе до начала всех Божьих судов, что мы сподобимся избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого первыми. А потому ждем не событий великой скорби. А от этой назначенной встречи мы ждем Господа в любви и терпении Иисуса, который во второй раз и придет за ожидающим Его воспасением. И при размышлениях мы всегда наблюдаем за текущим временем, следим за тем, какие дни идут сегодня, в данный момент. И сегодня мы находимся перед одним из важнейших праздников Господних, Его Маэдин, перед одним из трех назначенных Богом времен встречи, праздником Седмиц или Шавуотом. Сам Бог назначил эти три времени встречи. Первый это праздник Песох или праздник опресноков весной, второй Шавуот или праздник Седмиц, недель в начале лета и третий Суккот или праздник Кущей осенью. Вот как это может выглядеть. Вот три важнейших назначенных самим Господом времени встречи, о которых сказано как в 23 главе Левит, так и во второзаконии 16.16. Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он. В праздник опресноков, в праздник Седмиц и в праздник Кущей. И сегодня мы находимся перед праздником Седмиц, который является по сути завершением Песоха, потому что связан с ним днями отчета Амера. Праздник Седмиц, потому так и называется, что от Песоха до него проходит семь полных недель или суббот, и он наступает на 50-й день. Последние несколько месяцев мы много говорили о празднике опресноков в Песох и размышляли о нем и его символизме. Но сегодня приходит время говорить и о празднике Седмиц, Шавуоте, рассматривая его символизм. Праздник опресноков или Песох длится семь дней. Это время, когда народ израильский был выведен из Египта. И это время, когда был распят и воскрес Иисус, посланный Богом Мессия и Спаситель, Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Эти события происходили в месяце Ниссан, когда 14 Ниссана, вероятно, в среду, в 30-м году первого века Иисус был распят на кресте. Вечером Он был положен в гроб, пробыв там три дня и три ночи. А 17 Ниссана, на исходе субботы, Он воскрес. В дни Песоха приносился первый плод, первый сноб ячменя. Иисус воскрес как первый плод, став первенцем из мертвых. Ведь Он воскрес в новом, прославленном теле, предназначенном для вечной жизни. Такого тела, духовного тела, какое было у воскресшего Иисуса, не было никогда и ни у кого. Потому что Иисус во всем первенец. В 23 главе Левит сказано о первом плоде и леснопе, приносимом в дни Песоха. Я открою перевод Библии короля Иакова, где сказано о празднике опресноков и о празднике седмиц. В этом переводе, возможно, более правильно и точно сказано об этих праздниках. Сначала о Песохе. И сказал Господь Моисею, говоря, обратись к сынам Израилевым и скажи им, когда вы придете в землю, которую я даю вам, и соберете на ней жатву, тогда принесите священнику сноб первых плодов вашего урожая, и он должен помахать снопом перед Господом, чтобы быть принятым за вас. На другой день после субботы священник должен помахать им. Интересно, что в этом месте первый плод имеет перевод с иврита «решит». Вот видно под этим текстом. Первый, номер стронга 72-25. Еврейское слово «решит», «начало», «начаток». Это самое первое слово Библии, сказанное в Бытие 1.1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Начало тоже слово «решит». И Бытие эта книга «берешит». Теперь прочитаем, как надлежит отчитывать 50 дней для исполнения праздника седмиц. И посмотрим, какое там используется слово при описании первых плодов. И отчитывайте себе с завтрашнего дня после субботы. С того дня, когда вы принесли сноб возношения, семь суббот должно быть совершено. Даже до следующего дня после седьмой субботы отчитывайте 50 дней и приносите новое хлебное приношение Господу. Принесите из жилищ ваших две лепешки по две десятых порции. Они должны быть из муки высшего сорта. Они должны выпекаться на закваске. Это первые плоды для Господа. Здесь первые плоды совершенно другое слово. Бикур или бикурим, первинки. Номер стронга 1061. Раннее смокло. Первый плод. Дальше апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам. Во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Итак, в дни Песоха, наиболее вероятно в 30 году первого века, Ишуа стал первым плодом. Первый еврейское слово решит. А в греческом это слово апархе с номером стронга 536. И в этих словах Павла, первенец Христос, используется именно греческое слово апархе. Первенец Христос, потом те, кто принадлежит Христу в пришествии Его. Праздник Седмиц это следующее назначенное время встречи. В этот Майдим приносится Господу первые плоды из муки высшего сорта. В Левит 23 мы прочитали, что от того дня, в который приносился первый снов, решит. В Песох надо отчитать семь полных недель или Седмиц и в 50-й день принести новое приношение Господу. Первый плод Господу, Бикурим. Первенец Христос решит в Песох, потом Христовы в пришествии Его. Первые плоды, Бикурим. Из Христовых могут быть собраны в праздник Седмиц. Возможен такой символизм, когда все побеждающие с ним будут восхищены, обличены в белые одежды и посажены на престолах. Дальше, есть ли название праздника Праздник Седмиц? Здесь используется еврейское слово Шабуа, Седмица, Седмина, с номером стронга 76-20. Это же слово Шабуа используется и в пророчестве Даниила, говорящем о семидесяти седминах для Израиля, где и о последней седмине сказано, и утвердит завет для многих, из народа Израиля имеется в виду, одна седмина, тоже слово Шабуа, Седмица, Седмина, с номером стронга 76-20. Интересно, что греческое слово Харпадзо, Восхищение, имеет номер стронга 726. Очень похоже. Так может ли последняя седмина начаться именно в праздник седмиц, если он так и называется? Это вопрос, конечно, я не знаю. Что еще можно увидеть в этом отрывке о трех назначенных Богом временах встречи? Три раза в году должен являться пред Господа на место, которое изберет он. Место здесь греческое слово Топос. То же слово используется, когда Иисус говорит, когда пойду и приготовлю вам место. Топос. Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Иисус, как первый плод, воскресший в дни Песоха, взошел к Отцу, или перед самым праздником Седмиц, или в сам Шавуот. Есть разные теории, которых мы не будем касаться в этой программе. Но взошел Иисус, если смотреть по сегодняшнему еврейскому календарю, в котором Песох был с 22 до 29 апреля. Если отчитать вот этих дат примерно 7 недель, то мы и придем к началу июня. Поэтому праздник Седмиц в символическом смысле это очень интересный и важный день, в который собираются первые плоды, Бекурим. Что еще важного произошло в этот назначенный Богом день, в праздник Седмиц? В этот день, после выхода народа израильского из египетского плена, Бог сошел к своему избранному народу, при звуке трубном. Так написано об этом в 19 главе Исход. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы, и сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. Все эти описанные события происходят именно в назначенный Богом праздник Седмиц, который наступает на 50-й день, через 7 полных недель, 7 суббот от принесения первого снопаича меня. Давайте посмотрим, что мы видим в 19 главе Исход, и сравним это с тем, как в Писании показаны нам восхищения. Итак, мы видим праздник Седмиц, и мы видим громы, молнии, облако, трубный звук, сретение, сошел Господь, взошел Моисей. Теперь давайте посмотрим, как нам показано восхищение в разных местах Писания. Сначала посмотрим на книгу Откровения, где в 4 главе символически показано восхищение. «Вот дверь, отверстие на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, взойди сюда». И 5 стих. «И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом. Мы видим отверстие на небо дверь, слышим голос, как звук трубы, трубный звук. Слышим призыв, взойди сюда, как и Бог призвал Моисея, и взошел Моисей. И Иоанн говорит, и тотчас я был в духе, и оказался на небе». Дальше, в 5 стихе мы видим громы, мы видим молнии, мы видим гласы, тоже греческое слово «фоны», что и гром, то есть голос Бога. Мы видим семь светильников. А в 1 главе Откровения мы читали, что семь светильников – это семь церквей. Здесь же сказано, что это семь духов Божьих. То есть много интересных параллелей. Дальше, в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам, 16 и 17 стих, Павел говорит о восхищении. И очень интересно, что многие из рассматриваемых нами отрывков о празднике Седмиц, о Шавуоте, это также 16 и 17 стих. В Леви 23 именно в 16 и 17 стихах говорится о празднике Седмиц и о принесении первых плодов – Бекурим. В исходе 19 главе об этом дне о Шавуоте с трубным звуком, с громами и молниями, когда сам Бог сошел на гору Синай, а Моисей вывел народ израильский из стана в сретение Богу, сказано именно в 16 и 17 стихе. Во второзаконии 16 главе, в 16 и 17 стихе говорится о трех назначенных Богом временах встречи. В общем, очень много интересных и важных символических параллелей с праздником Седмиц, Шавуот, с этим средним назначенным Богом днем встречи. Теперь посмотрим, что у нас сегодня по еврейскому календарю и каким образом, согласно Леви 23, надо вести отчет от Песоха до Шавуота. В этом году месяц Ниссан по еврейскому календарю начался 9 апреля, после новолуния и полного солнечного затмения над Америкой, 8 апреля. Первое Ниссана было во вторник, 9 апреля. Песох и праздник опресноков шел с 14 Ниссана до 21 Ниссана или с 22 до 29 апреля. С какого дня надо вести отчет? Евреи ведут отчет с 16 Ниссана, со следующего дня после 15 Ниссана, который, вероятно, считают Великим Шабатом, я не знаю. И тогда 50-й день у них всегда выпадает на 6-е Сивана. И в этом году Шавуот наступает по еврейскому календарю 12 июня. Но правильно ли так считать, если написано, отчитайте от первого дня после праздника, или в еврейском переводе после Шаббата, или после Субботы, 7 полных недель. То есть 7 суббот должно пройти. От принесения первого снопа. У них же этого нет. Мы говорили, что Иисус, как первый плод или первый сноп, воскрес между 17 и 18 Ниссаном, между субботой и воскресением. Если считать 7 полных недель, а полная неделя идет с воскресения, как с первого дня недели, и до субботы, до седьмого дня недели. И вот голубым цветом показаны эти полные 7 недель. И сиреневым цветом показано 7 суббот. Поэтому по еврейскому календарю, шавуот или праздник седмиц наступает, как всегда, 6 сивана. Это среда, и в этом году 12 июня. Но если все-таки считать 7 полных недель, то вероятно, что праздник седмиц наступит 10 сивана в этом году, или в воскресенье 16 июня. Да, мы не знаем точного дня и часа. А потому готовы каждый день, бодрствуя и пребывая во Христе, постоянно, живя с ним каждый день и ожидая его пришествия каждый день. Но праздник седмиц, шавуот, который наступит в 10 числах июня в этом году, это важнейший из трех назначенных Богом времен встречи, его Майдим. Совсем немного времени осталось до его наступления. Сегодня многие христиане говорят о том, что не надо смотреть на иудейские праздники, что они не для нас. Да, я согласен, что нам, вероятно, не заповедано их соблюдать, как соблюдают их евреи. Но я убежден, что они имеют огромный символический смысл, который необходимо хоть немного понимать, потому что это праздники Господни. И все Писание, вся Библия, от первой и до последней главы, написаны евреями. Иисус по плоти был евреем и жил в еврейской среде, где эти праздники неукоснительно соблюдались по Завету. И все основные этапы жизни Ишоа, начиная от рождения в Суккот, распятия в Песах и вознесения, возможно, в Шавуот, ну или за несколько дней до Него, и крещение Духом Его, учеников и апостолов, в Пятидесятницу, говорят и показывают нам, насколько эти дни важны и для нас, так же, как они были важны тысячи лет назад. И нам невозможно правильно понять Писание, не понимая его еврейского смысла. И все мы через Иисуса Христа привились к природной маслине, к Израилю. И возможно, что совсем скоро будем жить уже в новом Иерусалиме, в том месте, которое Иисус приготовил для всех любящих и ожидающих Его. И еще хотел бы сказать, испытывает ли нас Бог в нашем ожидании? Как много людей, ожидающих Господа еще недавно, ушли с этого пути? Многие ли остались? Многие ли так же, как два, три, четыре года назад, все так же горят верой, надеждой и любовью? Как много каналов, говорящих еще недавно о последнем времени, перестали это делать? Но как же важно держать свой светильник горящим? Как важно сохранять эту веру пред Господом? Не остывать и не охлаждаться. Ведь Иисус говорил, «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». Потому что только тот, кто ждет с терпением, любовью и непоколебимой верой, обязательно дождется. И когда-то совсем скоро этот день обязательно наступит. Мы молимся о том, чтобы Господь наш пришел и совершился весь план Его спасения, искупления всего творения. Вся слава Богу Отцу и Господу нашему Иисусу Христу, возлюбившему нас, искупившему нас и омывшему нас от всех грехов своей крови. И вся слава Духу Святому, пребывающему в нас. Гряди наш Господь, Маранафа. Будьте благословенны, мои братья и сестры. Не теряйте веры и надежды. Бодрствуйте и будьте готовы сегодня и завтра и в следующий день. Не переставайте ждать Его и верить. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!